Даже крошечная язвочка во рту может причинять серьёзную боль, вплоть до невозможности пить и есть. А если их множество, что тогда делать? Воспаление слизистой полости рта, при котором возникает сильное жжение, а на внутренней поверхности губ и щёк, а также на языке и дёснах появляются болезненные и долго не заживающие язвочки, может иметь множество причин. Почему появляется стоматит и что с ним делать? В студии у нас Александра Антонова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детской стоматологии Дальневосточного государственного медицинского университета, главный детский стоматолог Хабаровского края. Александра Антонова, здравствуйте. Здравствуйте. Проблема, о которой будем сегодня говорить, не только детская, у взрослых тоже бывает стоматит. И достаточно распространённые заболевания? Очень. Почему? Потому что стоматит – это вообще такое общее понятие, что значит стома – это рот, а ит – это указывает на окончание свойственного для воспаления. То есть стоматит – это вообще воспаление слизистой оболочки, полости рта. А вот причина бывает самая разная. И первая причина, даже обычная банальная травма, она может приводить к воспалению. Ну и тогда будут травматические поражения. Может быть и какими-то инородными предметами, можно от падений, можно даже после анестезии, когда неправильно пациенты начинают, например, прикусывать губу или щеку. Это тоже будет воспаление. Второй такой большой очень раздел – это заболевания слизистой оболочки воспалительного характера, которые связаны с инфекцией. И здесь в первую очередь имеют значение как герпетические высыпания, так и, например, молочница. Это грибковое поражение. А вот молочница, точно так же, как и герпес, имеет очень большое значение состояние иммунитета. А вот для грибковых поражений еще, как мы знаем, имеет значение дисбактериоз или дисбиоз полости рта, потому что, как правило, он возникает, например, после приема каких-либо антибиотиков. То есть иммунитет снижается, микрофлора по-другому начинает реагировать на какие-то внешние воздействия. И вот начинают преобладать вместо оптимального соотношения, начинают преобладать грибковые поражения. Тогда у нас и на языке, и на языке, и на губах возникает такой творожистый налет, который снимается. Вот, например, на языке вот такой вот типичной характерной картины кандидозного гласита. Могут быть не только на языке, могут быть в уголках рта. И оно тоже вот такие и мокнутые, и трещины возникают. И способствующим фактором является архитектоника губ. Тогда, когда уголочки рта, они опущены, слюнка скапливается, и поэтому еще больше как бы провоцируют проявление этих заболеваний. Значит, есть еще заболевания, которые сопровождаются проявлением афт, или, например, ну, как мы говорим, это эрозии, язвы на слизистой оболочке полости рта. Вот, кстати, здесь это типичное стрептококковое поражение, когда кокковая микрофлора, это тоже инфекционное заболевание. И здесь характерны такие желтоватые, такие обильные, густые, такие пленки или... Прямо как гнойнички, да? Да, прямо как гнойнички. Они могут быть на губах, они могут быть в уголочках рта. Это стрептококковая, стафилококковая инфекция. Вот такие желтоватые корки. Есть еще заболевания, которые характеризуются проявлением афт и высыпаний в полость рта, которые вот в течение длительного времени, они постоянно рецидивируют. Вот эта травматическая обычная эрозия, она характерна вот для прикусывания во время еды. А вот эти афты, они связаны с общим состоянием организма. И, например, они напрямую связаны и со состоянием желудочно-кишечного тракта. То есть практически такие же проявления, вот здесь вот афта на переходной складочке, вот там видно, и она причиняет очень-очень большой дискомфорт и болевые ощущения. И возникает вопрос, что же делать? А в таком случае, что же можно сделать и чего нельзя делать? Ведь можно же и навредить каким-то неверным лечениям. Мы должны знать, что слизистая оболочка полости рта – это достаточно такое ранимое образование, и нельзя категорически обрабатывать спиртовыми растворами. Например, растворами йода или растворами, например, бриллиантовой зелени, потому что это может вызвать ожог ещё в большей степени и ещё хуже усугубить эту ситуацию. Что можно сделать? Конечно, надо в первую очередь обезболить. И поэтому у нас есть, например, обезболивающие гели, это, например, есть гели, применяющиеся для прорезывания зубов, есть у нас мази обезболивающие, которые можно использовать на слизистой оболочке полости рта. И особенно их важно применять перед приёмом пищи, то есть тогда, когда ребёнок и взрослый хотя бы смог бы поесть. Второе, что нужно делать всегда, это можно использовать какие-то индифферентные антисептики. Можно полоскать, а можно делать просто ротовые ванночки, то есть набрать в рот и сильно, и подержать, и сплюнуть там, где-то подержать, досчитать до 30 и сплюнуть. Почему иногда не надо активные движения делать? Потому что у нас бывает инфекционный какой-то агент, и чтобы не навредить, лучше, например, сделать ротовые ванночки. Можно использовать там шалфей, ромашку, кору дуба, то есть любые растительные препараты вот такие противовоспалительного действия можно использовать. Но самое главное, если это достаточно серьёзная проблема, нужно прийти к стоматологу, и врач-стоматолог назначит правильное лечение. Потому что если у вас, например, кандидоз, то там надо снимать вот этот творожистый налёт. И просто так, например, противовирусная мазь на него ни в коем случае не подействует. А если, например, у вас тофилококковая инфекция, а вы, например, лечите как, ну, например, какое-то другое заболевание, то нету такого причинного воздействия. То есть там надо воздействовать какими-то мазями с антибиотиками. То есть только врач-стоматолог может назначить правильное лечение. И плюс, например, если хронически рецидивирующие афты, там надо лечить в содружестве с гастроэнтерологом. Или, например, если это ребёнок, только с педиатром. И наша задача вот выработать такое взаимодействие. И если есть какие-то проблемы, мы должны, да, обследовать ребёнка, направить на пассив или дополнительно на анализы. То есть определиться, что же является причиной. У нас в студии была Александра Антонова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детской стоматологии Дальневосточного государственного медицинского университета, главный детский стоматолог Хабаровского края.